МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В офисе, украшенном национальной атрибутикой, располагается небольшая группа дипломатов, отправленных из Астаны для представления страны в ООН. В 2016 году Казахстан одержал ошеломительную победу над Таиландом в борьбе за непостоянное место в Совете Безопасности, важнейшем органе, который занимается вопросами мира. Благодаря этому шагу Астана поднялась на высший уровень глобальной дипломатии, пишет издание. Чтобы убедить 138 стран поддержать Казахстан, стране потребовались немалые усилия и находчивость. Однако было бы неважно, насколько предприимчивая была компания Казахстана, если бы государство не доказало свою способность быть ответственным и активным действующим лицом в решении глобальных проблем. Цитата. Вклад Астаны в региональный и глобальный мир и развитие впечатляет, что более важный Казахстан, добровольно отказавшись от четвертого по величине ядерного арсенала в мире, стал чемпионом ядерного разоружения и нераспространения, говорится в статье. Более того, на протяжении четверти века Нурсултан Назарбаев выступает в качестве посредника в проведении мирных переговоров в Евразии и на глобальной арене, отмечает издание. В Японии протестировали поезд с динамиком, который издает звуки лая собак для распугивания оленей. Таким образом, власти хотят решить проблему аварии с участием животных. Массовый запуск системы планируется на конец 2018 года, сообщает издание Асахи Симбюн. Со ссылкой на Японский институт исследований железнодорожных технологий, система поможет снизить смертность животных на железнодорожных путях и одновременно избавит поезда от повреждений. Цитата. «Ученые утверждают, что трехсекундный звук фырканья оленей привлекает их внимание, а 20-секундный лай собак отпугивает животных от поездов. По данным первых ночных тестов, количество оленей вокруг экспериментального поезда уменьшилось вдвое», говорится в материале. В случае успешного тестирования систему установят в местах обитания оленей. Столкновение с этими животными – серьезная проблема японских железнодорожников. Они приходят к путям из-за недостатка железа и слизывают частицы металла, так как железо – важная часть их рациона. Власти пытались бороться с проблемой, разбрасывая по путям фекалий львов, но их запах быстро испарялся. В 2016 году в Японии зафиксировали 613 случаев смерти животных на путях, из-за которых каждый раз в расписании поездов возникала получасовая задержка. «Мы ускоряемся и тем не менее не получаем больше свободного времени». Корреспондент немецкого издания «Франкфуртер Рунсхау» Франциска Шуберт побеседовала с исследователем времени Йенского университета Хартмутом Роза о логике повышения эффективности и растущей разобщенности современного общества. Цитата. «Каждый человек ежегодно должен бежать немного быстрее, чтобы обеспечить себе место в обществе. Кроме того, нас отвлекает постоянная бомбардировка информации и коммуникации», считает эксперт. «Что нас ждет в будущем, если мы и дальше будем следовать логике повышения эффективности?» спросила журналистка. «По мнению Розы, то, что во всех сферах мы движемся в направлении кризиса, очевидно, так как наш потенциал роста ограничен. Существуют материальные и экологические границы, страдает также и психика. По всему миру растет количество заболеваний, связанных с эмоциональным выгоранием». «Мир становится все более безрадостным. Он поражен коллективной эпидемией страха», отметил эксперт. «Одной из главных проблем десинхронизации профессор считает экологию. Природа не может достаточно быстро поставлять нам сырье и справляться с загрязнением. Экологический кризис – это тоже кризис ускорения, считает исследователь. Эту проблему нельзя решить индивидуально», сказал профессор. «Речь идет о коллективной и структурной проблеме. Мы должны избавиться от страха, например, путем введения безусловного базового дохода или защищая всеми силами коллективный отдых по воскресеньям или праздникам. Можно также подумать над тем, чтобы ввести раз в неделю коллективный день без электронной почты», считает Роза. Регулярное употребление в пищу чрезмерного количества соли провоцирует изменение иммунной системы в кишечнике, выяснили американские ученые. Это влечет за собой деградацию когнитивных функций человека. Соответствующие исследования опубликованы в издании Nature Neuroscience. Специалисты показали, что злоупотребление хлоридом натрия в течение трех недель приводит к уменьшению мозгового кровотока и когнитивным нарушениям, но не меняет артериальное давление. К подобным выводам ученые пришли в ходе наблюдений за мышами. Полученные результаты отмечают авторы. Справедливы и для людей. Специалисты заметили, что негативные последствия высокосолевой диеты допускали отмену в случае возвращения грызунов к нормальному режиму питания.